Проверить, как продвигается ремонт в медучреждениях района и города Щелково, Юрий Родионов отправился вместе с подрядчиками и главврачами, чтобы понимать, в какой стадии ремонтных работ находятся объекты. Сначала в первую районную больницу и поликлинику. Сегодня нагрузка на это учреждение колоссальная. Большое количество пациентов, жителей ближайших микрорайонов идут сюда за оказанием медуслуг. Соответственно, немалая нагрузка ложится и на медперсонал. Ну и, конечно, не упрощает задачу ход ремонтных работ, ведь закрыть учреждение на этот период нереально. В первой поликлинике на улице Фрунзе работы идут полным ходом, но сегодня рекомендовано подрядчикам усилить и увеличить количество рабочих на объекте, для того, чтобы до конца года этот объект был сдан. Я думаю, что все-таки к Новому году мы переедем. И детская поликлиника, и, надеюсь, часть взрослой поликлиники. Поскольку это временный такой момент, я думаю, что все-таки строители услышат нас, и я надеюсь, что через неделю мы все-таки переберемся. Ну что, услышали? Услышали, естественно. Неделю не обещаем, полторы и переедете. Не обещаем, но надо честно. Есть строительный процесс, который нарушать мы не можем. Но сроки у вас установлены? Когда ремонт? Да, естественно. Ремонт должен закончиться 15 декабря. Осмотрел Юрий Родионов и детское стационарное отделение первой больницы. Здесь у меня вообще не вызывает сомнений. Примерно через 10-12 дней мы с этого объекта уйдем. Здесь полностью закуплена новая мебель для этого отделения. И торжественно его откроем. На сегодняшний день на капитальном ремонте находится сразу несколько медочереждений в районе. Кроме первой больницы и поликлиники, работы идут во второй поликлинике на Пролетарском проспекте, а также поликлинике-стационаре Монинской больницы. Проехал замглавы и во вторую больницу. Здесь капитальный ремонт в стадии завершения. Осталось обновить лестничные марши и заменить лифты в урологическом отделении. Юрий Родионов осмотрел отделение офталмологии и лор. Отделение здесь ремонтные работы полностью завершены. И пациентам, и персоналу находиться в отремонтированном здании довольно комфортно. Постепенно обновляется и оборудование. У нас очень хороший аппарат, новый фокомосификатор. А операционный микроскоп, в принципе, он рабочий, но мы его сейчас ждем. В декабре должны новый современный микроскоп. Ход и темпы ремонтных работ медучреждений находятся на строгом контроле как у областных, так и у районных властей. Однако этот процесс непростой, ведь любой ремонт сопряжен с различными факторами и рисками. Но именно подобные выезды на объекты позволяют корректировать и продвигать этот нелегкий, но очень нужный процесс.